здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я рада с вами снова встретиться на моем канале посвященном американскому винтажу американским винтажным украшением кто на канал попал впервые для тех информация мы изучаем новые винтажные украшения новые бренды мы рассматриваем украшения которые попадаются мы рассматриваем лом разбираем и потом я делаю реставрацию и скажем так оцениваем мой реставрационный опыт и сегодня по традиции у нас было голосование на прошлое прошлое видео значит там девочки предлагали как бы разные форматы я их озвучила и большинством голосов получилось следующее оказывается большинству нравится лом и украшение после восстановления как это неудивительно то есть лом даже больше нравится чем но ну как бы в хорошем состоянии винтажные украшения винтажные антикварные так далее ну по поводу фарфора там платочков шелковых девочки сказали что в принципе как бы не против но не больше одного-двух вначале сегодня они готовы скажем так а уже там со следующего раза что-то будем посматривать ну и сегодня по традиции у нас прошлый прошлое наше видео это был лом винтажных брошей в основном броши там немножко сережек по моему и те украшения которые мы смотрели прошлый раз и там есть ну не все поломаны те которые ты которых необходимо было реставрировать я их реставрировала и сегодня мы и посмотрим а дальше куличек продолжим рассматривать но начать хочу с вот этих двух брошей я здесь не надо было реставрировать здесь надо было просто их почистить и я просто хочу показать вам как меняется украшение просто после обычной чистки просто такая роскошь ты старенькая очень брошечка красота и вот это тоже но здесь по моему парочку каких-то кристалликов я вставлял уже не помню но просто посмотри-ка те как она особенно это сочетание голубого и желтого золота да роскошно так ну а теперь давайте посмотрим что мне удалось сделать значит первая брошь вот такая думаю что она какая-то была дизайнерская у нее отвалилась планка и чем-то она была таким серебристым приклеена честно говоря для меня загадка что-то было за материал что его ничем не удалось убрать вот поэтому я немножко как бы затонировала в тон но это все что можно сделать не знаю конечно это портит украшение но я боюсь понимаете снять как бы сам металл вместе с этим клеющим материалом какой-то странный так теперь самая сложная работа постарайтесь узнать эту брошь не подглядывая в прошлое видео теперь напомню что это было значит центра есть не было вообще и я центр сделала почему потому что вот так но ты наверно тоже после реставрации какой-то сделали план планка застежка и она видна то есть такая дыра по центру ну веночек вот не были очень интересные кристаллики вставлены но их было всего половина и таких кристалликов они такие знаете как кабошончики как такое не морозное стекло а такое мутное что ли ну как то вот необычные но их нереально вообще найти поэтому я все это дело убрала поставила середину поскольку середина с кристаллами так вот такими колор лесном бесцветные то я решила что и по краю по краю я поставлю бесцветный кристалл и у меня получилось вот эти цветные по периферии были там несколько штук отпала я их вставила уже поскольку раз уже так что скажете так дальше дальше вот эта брошь стала очень интересная она была по краям и этот стебель чек отсутствовала покрытия но я решила что я края сделаю не черным а по золотой и мне показалось что теперь она стала очень даже интересная но тут уже черная эмаль напишите что вы думаете по этому поводу такая траурная брошечка дальше здесь центральные ну понятно что была чистка и центральные кристалличек не отсутствовали мы добавили старите какая роскошная она крупная такая такая красавица по-другому не сказать так дальше это брошь помада от биска что тут тут повыпадали магетные кристаллы ну понятно что чисточка смотрите какая красавица сложно сделанная так дальше очень многим понравился кстати этот листик мне тоже нравится посмотрите какой он стал красивый еще красивее после реставрации класс тоже крупненький такой так вот этой брошечка мне пришлось тоже повозиться здесь была потеря на половину мира кристаллов самое главное немножко я покрытие ведь и вот оно было такое такой специфический металл определенный период времени его делали и я его не люблю он какой-то такой тусклый но я немного взяла посеребрила так что теперь мне кажется будет кому-то в радость старенько тоже очень старенько брошка наговорила прошлом видео так здесь это у нас брошь по-моему от 3 фарис до 3 фарис будут все просто тут по выпадали жемчуга и эти кристаллики мелкие все на место поставила такая новогодний веночек да красоточка здесь здесь была частично утрата покрытие и торчал отсюда этот кусочек неправильной формы жиды то ну мне кажется что жиды это был кем-то поставлен что выпало мне кажется что жемчужина здесь больше подходит так дальше брошечка набор наборная здесь иголочка отсутствовала и поставила его красавица тоже такая красавица вот этот вот эффект который они нанесли а б на белое молочное стекло просто чарует так следующая брошь здесь было утрачено покрытие причем задняя поверхность как бы ничего а фасад был такой подгулявший скажем так и жемчужинки которые не хватало поставил плюс здесь такая странноватая булавочка но она родная она была здесь крепление осталось а здесь отпала я как бы немножечко его вернула к жизни чтобы она не болтался на одной она так опасно болталась можно брошку потерять такая красавица так и покажу неудачу вернее даже неудачу не знаю что с этим делать значит это брошечка кристаллики интересные достаточно видите их видно искусственно потом вернее не искусственно как это подклеивали наверно был ремонт и вот проявляется эта желтизна причем везде кроме видно нижние не падали потому что они закреплены как бы верхним слоем а вот эти попадали их вернули на родину и получилось вот кажется что вы скажете я не знаю просто если я сниму то эти кристаллы будут уже ну тут видно что клей такой железобетонный по хорошему надо все снимать вычищать ставить назад но назад будет ставить нечего и тогда надо будет какие-то другие кристалл или оставить как есть вот посмотрите и скажите мне как а я пока высыпаю вторую часть нашего брошкиного лома брошкиного лома ой сыпется кристаллики и жемчужинки все высыпается все высыпается но ничего так все по поводу этого вы мне скажете да теперь поехали смотреть новую партию так первая брошка ой посмотрите какая мало того что это велосипед так тут еще колесо крутится а наверное тут тоже было колесо нет может такое быть что если она была ту как она была закрыли ну непонятно нужно будет посмотреть бантик все багетные кристаллы на месте на удивление замочек рабочий то есть это не это ничего это youtube просто надо присполоснуть а вот и какая интересная брошь планка здесь были микро жемчужины которые превратились вообще непонятно во что видите они по облазила поверхность поэтому надо будет все это вытащить и чего-то приклеить на рафтон такого что нибудь ну при лестнице такой ажурный сложный секундочку камера сместиться не хочу отключаться все стой ровно так теперь вы знаете это очень похоже на кирк фоль и сейчас посмотрим тоже целенько хорошенько а у ангела тут что-то отпало фонарь голове сейчас глянем что это такое у нас нет это домокрафт тоже хорошая находка есть на что-то как-то плохо держит наверно надо немножко прижать чтобы ранчик не крутился туда-сюда ну красотка хорошо так что дальше дальше вот называется блеск нищета куртизанок вот тут по-моему не хватает до кристалла или что ли они потухли а потухшие вообще или что-то их залили чего не могу понять а нет наверное это похоже на то что кристаллов не было и знаете чё залили клеем или лаком чем-то таким гнезда вот же шьем мое попробуй теперь это дело выковыри что такое что за люди эти говорят не умеешь не берись это не работает так что еще у нас вот тоже когда викторианская брошь и кулон траурное виду чем интересно и кулон можно то есть одной с другой стороны тоже все целенькая красоточка такая сполоснуть надо что при столике засверкали и будет хорошо так что у нас дальше ой какая красота пин 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 два дельфина которые плывут вдаль плывут вдаль красота целенькая все вот тоже роскошница какая красавица маркировочек нет но посмотрите на эту сказку я просто думаю а если допустим взять листик где-то у нас был красивый наш а если взять и как-то вот так да мы еще плюс к этому если вот так это не так как-то надо цветочное что-то нет цветочного нет в этой распаковке цветочного нет ну дальше шляпка я рассказывала да уже об этом но тут не просто шляпка тут маркированная шляпка час секунду я не страна смотрю так меленько конечно пишет ну просто лабелла я рассказывала да что есть общество красных шапок там и красных платьев и так далее но это все-таки общество где женщины состоятельно себя реализуют меценатстве так хороша красотка только попала у нее на тоже осень наступила поскольку осень то лепестки отпадают надо теперь назад вернуть так шестидесятые брошечка утраченной частично эмали зелененькая интересно это так и было согнуто или это так под согнули уже должно быть немножко ровнее застежка есть и слава богу они же эмаль мы чуть придумаем так а вот смотрите я вижу несколько я вот даже не знаю что это заброшенных тут целая толпа если все достану что это заброски интересно не попадались мне кажется что-то что-то такое относительно современными скажите мне ты что у нас есть 400 600 700 еще 700 и 800 они симпатичные хорошо сделаны выполнены смотрите отличное качество я думаю что это что-то какое-то наверно было мероприятие и в честь чего-то их тандат искали если вы знаете расскажите если нет буду искать так что у нас дальше дальше у нас тоже еще такая думаю она так и носилась видите две тоже хорошего качества целенькие брошечки сверкают красиво ой а вот она какая красотка красотка прекрасотка немножко утраченная эмаль не валя по золото это брошь от компании fish and craft я они неоднократно рассказывала эта компания совместная лондон-нью-йорк по-моему же она не существует и им так что это сердце до утрачены жемчужинки это и брошь и что еще это а то есть можно как брошью используйте я поняла а можно как клип шафик например зажать так что это звезда новогодние уже тут попадаются сейчас мы переживем сначала хэллоуин потом день благодарение а потом все за сверкает мир будет весь америка будет гореть огнями так рыбка тоже все целенькая даже вот такие да вот такие бы попробуй найти квартира вачек нет хорошенькой а вот какая красивая снежинка вся усеянная кристаллами но не хватает одного не двух может больше это мы все подклеим дадим вторую жизнь а вот какая интересная посмотрите это бант и такие от него спрей тут потраченный кристалл тут но зато вот эти которые тоже я думаю что было бы очень сложно найти красивые хотя вот этот момент уже заменил да потому что по-разному ну такой да можно такой нет не найти такой не найти так что это еще один бантик и тоже вы такие видите вот эти с эффектом их сложно находить разве что жертвовать одной брошью ради я когда начинается вот дилемма начинают там реставрационной работы у меня там в одной броши допустим есть такие кристаллы а каких-то нет а в другой наоборот и вот думаешь какой брошью то есть я вам бы хотела и ту и ту восстановить но мы же какой брошью пожертвовать так это рождественский венок но вот здесь однозначно была какая-то вставка может быть жемчужная еще какая-то но типа вот так что это большая но вставочки нет надо будет что-нибудь сочинить ну и кристаллики розовенькие конечно раз два три четыре и здесь потому они сюда и попали а вот какой красивый венок брошь венок красота что-то там написано вот здесь но я не прочитаю это очень мелко это надо я сейчас пишу практически ночью сколько сведения включая все равно здесь видно были голубые здесь все голубые надо будет подобрать микро жемчужинки ночью жемчужинки по моему все даже на месте мне так кажется на голубых кристаллов доставить так у нас уже конечно время ну ладно может до балерина целая немножко начали угасать кристаллики но мы трогать ее не будем а вот какая красавица у которой практически выпали все жемчужины какие только могли при штучке несчастных остались ну следующий раз вам покажу что получилось вот смотрите двухтысячный год это сколько же 24 года 25 будет считайте винтажная да ну что тут ничего тут вроде все в порядке полумесяц сороковые знаю эту брошь у меня на несколько раз уже было и она болеет тем что выпадают вот эти почему-то крупные кристаллы тоже восстановила я продала и это опять же мой нелюбимый нелюбимый металл а вот лилия какая красивая тоже какой-то маркировочка есть это сваровский и лебеденыш ну тогда это по золото однозначно это понятно он доброс на красиво на материалах не экономят так что у нас здесь что это как это вот так или как как это носить вот так или вот так или что-то чего-то тут не хватает что-то не могу вообще понять да посмотрите получается здесь все по золото это как два инородных тела и что-то на них было как прикреплено как вы это видите что я пока никак что это это у нас веточка листиками красивая какая но знаете что нет вот этого кристальчика такого каблевидного моего вставим и она заиграет совершенно другими красками вот еще одна шляпка тут ничего не надо делать просто почистить уже у нас видео мы уже перелимите ли так здесь и крючочек и замочек тоже вроде все на месте такой тоже спрей новогодняя типа так что это надо знать на бесконечности я думаю тут же маркировочка по это есть эйч си или нсс ну вряд ли низкий скорость его не знаю посмотрю что это такое так перо но с первым тут по придется потрудиться тут практически ни одного кристалла не осталось жизнь помотала так сказать еще одна снежинка парочку кристальчика здесь будет все хорошо так а тут я даже не знаю что это было вставлено ты снежинка и вот тут однозначно были какие-то вставки мало того что отломались не знаю нас это я на не буду заниматься нет смысла мой красивая маленькая но красивая красивая чего тут не хватает а собственно кристальчика не хватает эмаль вроде вся на месте кристаллистик кристаллистик может тут еще какой-то листик был не надо подумать а вот я сюда назад бросила шанель и смотрите здесь весь до до хорошее состояние интересно залезут эти как пуговички отлично так и мы на сегодня заканчиваем вот такой прекрасной красавицей похожий на что-то у нас похоже что то есть а если здесь такой синий кристалл поставить там это вообще очень похоже и можно вместе носить если я найду и может так и сделаем вот такая красотища тоже без маркировочки зато целая ну вот и все я на сегодня с вами прощаюсь желаю вам счастья и здоровья любви мирного неба над головой до следующих встреч хэй гудэй бэвай ваша ника